Продолжение следует... 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 И все. Какая немощь человеческая. А пришли сюда студенты лет 25 или больше назад. Я с ними разговаривал, значит, о Боге, как же это самая наша цель жизни и все главное. Все. А они слушали, слушали, а потом говорят, а Ленин кто у нас Бог? А мы говорим, что же вы человека считаете за Богом? Он же немощный и никудышный. Один же Господь нам обещает жизнь вечную. Больше никто не обещает жизнь вечную. Поэтому наша православная вера, она должна укрепиться. Мы должны покаяться, что мы подняли руку на царя. Это же послушали этого Ульянова. Ульянова. Фамилия же русская, понимаете. Но он обманщик был, что рай на земле построят. Рая на земле не будет. Рай на небе. Там все будут одинаковые. Но туда не войдет никакое нечистое. Вот. Никакой обманщик, ни вор, ни чародей, ни ведьма, ни блудник, ни убийца, ни лиходей. Пока не покаяться, пока не укрепиться, значит, у покаяния своем. Надо покаяться, что мы подняли руку на царя. Да. Это же все. И нас учили в школе против Бога, против царя, что он неправ был. А как же царь молился Богу, и он был прав. И когда это была святая Русь, был рубль в четыре раза дороже доллара. Это само говорится, что Русь была на великом подъеме. А вот такие же нашлись безбожники, коммунисты, которые, значит, сделали революцию. И, конечно, это попущение было Божие, что, конечно, народ русский ослаб, забогател, значит, и перестал Бога благодарить, как нужно. А надо, конечно, Бога благодарить, потому что от Него наши стопы справляются. И Он дает нам всю жизнь. Вот. Только Господь. Больше никто нам не обещает жизнь эту вечную. Вот. И временная жизнь от Него зависит. Мы всем говорим, что молитва выше труда. Очень многим неясно, почему же молитва выше труда. А мы говорим, Илья был человек, и помолился Богу, и заключил небо. На три года и на шесть месяцев не было дождя. Это же и в Библии, и в Евангелии пишется, в наших святых книгах. Да, три с половиной года не было дождя. Мы сейчас одним годом живем, что собрали, поели, а то три с половиной года не было. И сколько же миллиарды народа умирало. Внимает, да, от этого. Нигде же не было ни капли воды, ничего. И что ж? И работа. Что ж мы с работы возьмем? А мы тоже пережили, значит, 22-й голодовку, сколько помним. 33-й, 47-й. У нас были три голодовки большие. А то, значит, молитва главная, то еще вот израильский народ, как вышел с Египта, их было два миллиона. И они ничего не делали, кроме молитвы. Сорок лет исходила манна и питала их. И за сорок лет у них не сносилось ни обувь, ни одежи, ничего. И пошли в обетованную землю, завоевали. Это промысел Божий. Понимаете, мы в судьбу не верим, а мы верим в промысел Божий. Промысел Божий великий, Господний. Он, значит, нас хранит все. Но он дал человеку свободную волю и дал закон. Я, по милости Божьей, был шесть раз на горе Синая, где Моисей, значит, получил Божий закон. Туда было трудно подниматься, как я уже пожилой человек, 25-го года. Конечно, тяжело мне было, сердечко билось, все. Но надо было подняться, значит, и поблагодарить Бога на такой, значит, горе, который дал нам закон Господь. Он не насилует человека. Господь не насилует человека. Он дал свободную волю человеку и дал закон. Будешь жить по закону, спасешься. Будешь нарушитель закона, значит, будешь преступник, будешь отвечать, да. А мы, конечно, много нарушаем. Но Господь, значит, такой милостивый, Он рассчитал, что человек немощный и все. Так Он дал каждому человеку талант, чтобы был и священник на своем месте, вот, и врач, и учитель, и повар, и слесарь, и токарь, и пекарь, и портной, и сапожник, и шофер, и тракторист, и моторист. Ну, все, значит, каждому дал. И мы одеты, и обуты, и все, это доброе общество. Оно, значит, трудится и созеждает все доброе. А злое общество развращает. Нам в 36-м году еще, значит, в школе говорили, что там молятся, а наши родители заставляли нас молиться, потому что нас раскулачили, выгнали долом, а мы были простые крестьяне. Отец и мать не ходили в школу. Даже ни одного класса не окончили школу. Вот, какие там богачи были. Простой домик было две, были лошадки, корова, это уже богатый человек. Вот, и у нас крыша была накрыта железом, богатый человек. И нас раскулачили, выгнали дома, выкулаки, значит, все. Вот. А мы выехали в Грузию, и там, значит, в школе, школа была русская, там были, конечно, учителя-безбожники, и говорили, что там молятся, а вот мы выпустим машины, трактора, комбайны, сделаем дипрогез, и будет коммунизм, все будут равны, все, не надо молиться. Я прихожу, значит, и маме объясняю, что мама, мне было 11 лет, это в 36-м году было, я говорю, мама, вот так, значит, говорят в школе, что не надо молиться, они сделают рай на земле, все будет хорошо, все. Мама говорит, дети, не слушайте безбожников, рай на земле не будет. Рай, это на небе, там все, в Евангелии это пишется все. Видите, какие мои родители были, а в школу не ходили. Они ходили в церковь, и что батюшка сказал? Закон, не убей, не вкради, не обмани, не прелюби, не сотвори, не лги, не обмануй, не проклинай никого, не пожелай никого, не осуждай никого, чти отца твою, мать твою, да благо тебе будет на земле долголетней, будешь на. Возлюби Господа Бога твоим, всем сердцем, всем душой, всем помышляем твоим, и ближнего своего, как самого себя. Это они знали, понимаете, и были благочестивые люди. И нас, 9 детей, воспитали, воспитали хорошо. Говорят, дети, лучше с голоду, с холоду умереть, чем чужое брать, кого-то обижать, воровать, убивать, пойдете в ад. А воздержитесь, нет у вас куска хлеба, попросите в кого-нибудь, люди добрые дадут, а потом вы заработаете. А воровать, убивать нельзя, потому что пойдете в ад за эти грехи, потому что это нельзя поднимать руку на человека, который, Бог создал его, и все. А сейчас, видите, какой злой народ, и вот поднимают руку друг на друга. И сейчас вот у нас этот Запад восстает. А кто такой Запад? Мы когда читаем, значит, Семена Дивногорца, да, ему было 7 лет, но он был избранник Божий, и был великий уже угодник Божий. Понимаете, к нему приходили старцы, и с ним беседовали, то они говорили, воистину, через этого дитя сам Господь говорит. Да, потому что он был с детства, значит, посвященный Богу, избранник Божий. И он пишется там в житве его, что ему Господь явился, и книга жизни была раскрыта. И на востоке, говорит, был рай сладчайший, а на западе гиена вечная. Вот что нам Запад обещает. Ад, гиена вечная, понимаете. Я, грешный, был в Риме, вот, был в Витикане, в базилике ихней. Не видел там ни одной иконы, нет ничего. Свои образа держат, понимаете. А иконы нету. Мы говорим, почему же вы свои фотографии имеете, свой образ имеете, а иконы не вешаете. Вы же художники, были же тоже люди талантливые, которые, значит, впечатлили и Господа, и Матерь Божия, и все. Почему же вы это... А у нас так. Ну, как же так? Значит, все, вы же отошли, значит, в 1054 году отошли с православной верой. И заблудились, и уже себе, значит, Папа Римский считает за место спасителя на земле. Кто же такой человек, чтобы он за место спасителем был на земле? Это все, вот, видите, такое глубокое заблуждение. И отход от православной веры, и заблудились, и все. И вот сейчас и натравляют этих западников, чтобы они тоже, вот сейчас возмущали народ, чтобы, значит, нападали на православную веру. Ну, это, конечно, все такая злая сила. Враг говорит, я не люблю православную веру. Говорит, будет бороться с ним, значит. Нам надо только укрепляться в веру. Ткается во всех и молиться Богу, и трудиться. «Господи, поможи, а сам не лежи». Труд и молитва должна у православных людей быть. Потому что, а в игры никакие нельзя вступать. Играют маленькие дети. А большому зачем играть? Труд и молитва – два крыла. «Господи, поможи, а сам не лежи». И так должен человек быть. И также, значит, почему молитва выше труда? Мы еще повторим, значит, что Мария Египетская ушла в пустыню и 48 лет там жила, значит, Духом Святым. Она же ничего не имела, и там нечего было, ничего не росло. Семен Дивногорец отказался от земной пищи и получал небесную пищу. Антоний Великий, когда прожил в пустыне 50 лет, и он, значит, помолился Богу и говорит, «Господи, кто понес такие труды, как я, значит, 50 лет в пустыне прожил все?» А ему ангел явился и говорит, «Антоний, что ты думаешь, что ты много прожил? А иди, вот там Ануфрий есть». Он, говорит, намного больше тебя прожил. Он так удивился, значит, все, и так поспешно пошел, не взял с собой ни кушать, ни пить, значит, а и шел, и шел, хотел увидеть этого человека. И увидел, и все. И когда они сошлись, беседовали, появилась булка хлеба. Отец Ануфрий сказал, что, говорит, «Вот, видишь, я всегда получал небесную полбулки хлеба, ангельскую пищу. А, говорит, когда ты пришел, булка появилась, ну, значит, тебе Бог прислал, да, ты с Богом пришел». И вот они беседовали, радовались, и все. И, значит, Антоний Великий, значит, возымел такую радость, что нашел человека, что намного больше его прожил в пустыне. Потом Марк Афинский или Фреческий, 95, на горе прожил, тоже ничего не вкушал земного. Вот, а, конечно, мы были в Иерусалиме. По милости Божьей, я 17 раз был в Иерусалиме. Там есть такое место, значит, Абхо. Вот, и, значит, за Спасителем, это же в книге нашей Святой Евангелии пишется, это же должны знать все, что пять тысяч мужчин, не считая жены детей, ходили за Спасителем. Да, и уже был вечер, и они все были голодны. Да, Спаситель призвал, значит, учеников и говорит, надо накормить народ. Они говорят, да где же мы найдем столько, значит, хлеба и всего, чтобы их накормить, их столько же масса народов. У нас только пять хлебов и две рыбы. Он говорит, ну, дайте сюда. И взял на восток, помолился Отцу Небесному и начал этот хлеб умножаться. И накормили это, значит, пять тысяч мужчин и жены детей, это же больше, наверное, десяти тысяч народа было. Еще двенадцать, значит, корзин осталось, значит, остатков, кусков хлеба. Вот что, значит, ага, видите, молитву. Опять к молитву надо обращаться к Богу, потому что от Него все это зависит. Видите, и урожай, и все от Бога, не от нас. Он же хозяин, Он всему хозяин, да, и Он дает жизнь вечную. Вот это наша и цель жизни. Вот спрашиваем, цель жизни, а другой, да вот, людям помогать, да то другое. Ну, что ж, людям помогать надо. Ну, люди же не дают жизнь вечную, это тоже не главная цель жизни. А главная цель жизни нам, значит, вот, стяжать Святой Дух, исполнять волю Божию и закон Божий, и соединиться с Богом навеки, чтобы в ад не пойти, потому что есть рай и ад. Нас безбожники обманывали. Вот говорили, нет, ни рая, ни ада, а вот Ленин, Сталин, значит, им кланяйтесь и все. И люди, понимаете, заблудились и ходили на эти парады. И я, грешный же, ходил на парад и кричали, да здравствует Сталин, да здравствует Ленин. А кто они такие? Да, это же люди, человек немощный, вот. Он прожил там, говорит, апостол Яков пишет, что наша жизнь здесь, это, говорит, пар, являющий на малое время. Вот такой человек, он здесь только временный и непостоянный. И царь Давид же пишет, наша жизнь 70-80 лет, и, говорит, и труды, и болезни в эту, ага, постигнут человек. Вот такая, а там же вечность. Вот, и эту вечность нам же надо понимать и стремиться к нему, все. А то, что наши были, вот, в Москве, это же такое, как лицо всему, как бы, православному миру тоже, наше православное, где держится мир, и все. Верующие люди сказали, говорят, среда была, мы хотели покушать, вот, и что-то, постенько, нет, кругом шашлыки, кругом это, значит, вот, мясо там все. А мясо, это же блуд и зло, монахи никогда мясо не кушают, потому что в нем блуд и блуд заложен и зло. Когда корова гуляет, вагонет, она на доярку прыгает и ломает позвоночник, и очень многим женщины сломали позвоночники, да, ноги, руки ломают, потому что скотина же большая, все. Иоанн Златовостой пишет, что постный человек будет умнее, красивее, будет все у него лучше, вот, да. А скоромное зло, понимаете, говорит, даже возьмите скотину, бык, он травочку кушает, и он тону везет, могучий, сильный, а волк 15 раз меньше его, и берет его, разрывает. Чем разрывает? Силы нет, а зло? Он кровожадный, он любит кровь, мясо. Вот, пожалуйста, это святой человек, Иоанн Златовостой пишет, вот, мы прочитали. И мы радуемся, что постная честь, она и дешевле, и умнее будет, только благодарить надо Богу. За все надо благодарить Богу, что мы получаем от него пищу такую хорошую. И все. Это же сейчас все почти белый хлеб едят. А моего деда уже в 20 веке, в начале 20 века, били за белый хлеб, значит, помещик белый хлеб. Он ел белый хлеб, а помещика работал, нанялся. Значит, так, значит, все равно был помещик, а он, значит, были крепостные люди, а он нанялся. Понимаете, пришел, нанялся. И, значит, у помещика раньше было такое, значит, правило, чтобы, значит, человек поработал день, а вечером зарплата ему выдана, чтобы, значит, солнце не погасло, что ты не рассчитался с человеком. И помещик выделял казначея, и он раздавал эти деньги, кто в них работал сразу, что ты заработал, то и получи. Вот, значит, все. Но когда был обед, и, значит, все ели, значит, простой хлеб, который он нам полезнее, чем белый. А дед вынял белый хлеб и ел. Доложили помещику, что вот этот человек, значит, есть белый хлеб. Они говорят, а кто он такой, помещик, что ли? Раньше только помещики ели белый хлеб. А простые люди, какой он, есть хлеб вот размолванный, такой он и хороший, и он полезнее, чем белый хлеб. Белый хлеб, клестер, все. А сейчас мы все белый хлеб кушаем, как помещики. В Молдавии, значит, я там трудился, значит, это рассказывали, что во всей Молдавии не было вальцовой мельницы, не было белого хлеба. А только, значит, в Одессу ездили на бычках. Бычки идут на большое расстояние, значит, все. И на бычках только на Пасху белый хлеб этот, значит, вот, делали. А так, значит, белого хлеба не было. А простой размолванный хлеб, как пшеничка есть, и он так полезней, и люди были здоровей, и умней, и все. Так приходилось мне беседовать с одной старушкой уже лет 50 назад. А ей было 85 лет. Она говорит, я помню, у нас было в России до революции село, ни в одного человека не было во дворе собаки, и не было замков. Мы все ходили в церковь, знали, что не убей, не укради, не обмани ничего, да, а, значит, исполняй закон. И по закону жили. Простой хлебушек ржаной, говорит, скушаем, простую похлебочку сварили. А на душе было радостно, радостно. Мы шли на поле с псальмами, с песнями, и возвращались с песнями, потому что Бог любит бедных людей, вот, и, значит, подкрепляет их все больше, чем стяжательных, богатых людей. Вот, Бог на все, значит, вся Евангелие, значит, основывается на бедном человеке. Как апостол Яков пишет во второй главе. Не бедных ли Господь избрал быть богатыми верой и наследниками Царства Небесного? А вы презрели бедных, вытащите их суды, горе вам богатым. Вот, это вторая глава. А пятая глава. Золото ваше и серебро сгнило и будет свидетельствовать на вас. Вы собрали сокровища на последние дни. Вот плата, говорит, удержана у работников ваших. Она вопиет. И, говорит, вопль доходит до Господа Сававофа. И, говорит, вы напитали свои сердца и будете отвечать за это. Так же, как и от Луки там богачий Лазарь. Богач на каждый день пировал и в ад попал. А Лазарь гнили ноги. И он, значит, просил у Бога, что Господи, накажи здесь, где я грешил, а там помилуй. И так его помиловал. Это уже вы должны знать по Евангелии, это все пишется. И так же от Иоанна Богослова. Там, значит, пришел такой, значит, богатый человек. Значит, все ему, значит, княжеского рода, все, значит, княжество передали родителей. И он пришел к спасителям, говорит, учитель, как мне спастись? А он, говорит, закон знаешь? Он, говорит, да, закон знаю. Родители меня научили. Ну, говорит, одного тебе не хватает. Говорит, продай свое имение, раздай нищим, иди за мной. А он усомнился, было очень богато имение было, и не пожалел, значит, все, и не пошел за спасителем. Да. А Господь сказал, говорит, трудно войти богатому в Царство Небесное. Лучше верблюда протащить в игольчатое ухо. В Иерусалине нам показывали это игольчатое ухо. Это ворота небольшие, которые еле пролазил человек. А верблюд, поскольку большой, конечно, он там с трудом, это его можно, конечно, проточить, если можно. А то они очень маленькие ворота. Ну, вот такое сопоставление, это же по Евангелии. Это все такая глубокая истина, что мы никуда не денемся. Видите, все, значит, Господь любит бедных. И нам не надо слушать этих вот капиталистов, что они все сравняют, все будет хорошо, значит, деньги, значит, ликвидируют, не будет ворота, ничего. И будет, значит, равноправие все, не будет равноправие. Все равно, кто будет ближе к продуктам, все, потому что будет большое испытание. Будет опять, значит, недороды, все. И кому они нам больше дадут хлеба или себе заберут, конечно, кто ближе будет, все, то это обман. Вот это все, значит, что будет тут очень райская жизнь, она не будет здесь. Да, потому что рай на небе, там все уготовлено. Когда пришел один симонерист и говорит, отец Иоанн, я был планетарием, и там мне большую карту показали. И наша планета против других планет, как игольчатая точка, такой запас есть жизнью Бога. И когда мы читаем апостола Павла, он был выброшен на третье небо. И он говорит, я видел там такую красоту, что ока не видела, слух не слышал, и на ум не придет, что уготовил Господь любящим его. Кто любит Бога, все там уже готово, все нам, да. Только, значит, нам надо, конечно, исполнять закон Божий, любить Господа всей душой, всем сердцем, всем своими чувствами, и соединиться с Богом навеки. Это наша цель жизни. Вот такую нам надо, всем надо знать цель жизни. А то сейчас очень много отошли люди и их заблудили, и они не знают эту цель жизни. Спрашиваешь? Не знаю, я, говорит, вот прожил все. Да. И при том, значит, тоже пришла женщина, вот, и говорит отец Иоанн, я, говорит, вот привела мужа, еле привела его, говорит, не хочет идти в церковь, ничего, еле привела, говорит, идем, батюшка ж тебе скажет, цель жизни, бать. Да, ну, она знакомая женщина. Я знаю, что она уже пять абортов сделала. Вот. Я ее начал исповедовать, я говорю, ты убийца. Он говорит, нет. Я говорю, что ты сделал? Да я ничего не сделал. Ну, там, выпивал немножко, скандалил, все, а так. Я говорю, ты убийца. Да нет, я никого не... Я говорю, а жена сказала, пять абортов сделала. А без мужа же она не сделает эти аборты. Это же обои виноваты. И надо же за это отвечать. Тебе же мама оставила и жену оставила. И этот же профессор, говорит, ради детей жить. Я говорю, сколько у вас детей? Один сын, один сын 16 лет. А я говорю, а за 16 лет другие дети должны быть. И, значит, аборты были? Да, были. Ну, я говорю, а тебе же мама оставила. И жену оставила. Она же могла тоже выкинуть. Вот. А оставили, тебе пожалели. А вы не жалели детей. А говоришь, ради детей жить. А сами их побили. А я в семье девятый. Меня мама родила в 45 лет. То она говорит, я аборты не делала. И вашего отца не изменяла. И знаю, что он меня не изменял. Вот как старые люди жили и в школу не ходили. Видите? А ходили в церковь и все знали закон. И нас хорошо воспитали. Вот. И я трудился. 30 лет у меня стажа работы на производстве. Только война началась. Мне было 15 лет. Старших на фронт забрали, а нам предложили работать. И я пошел уже на буровую работать мотористом. По 12 часов работали. А хлеба не было. Вот все на фронт отправляли хлеб. А нам только ячмень смелят. И не сея, не так. Значит, пекли хлеб. Бо нечего выбирать было. Ну, война. Все разбили. Все. И вот так было. Тяжкие времена были. Ну, пережили, понимаете. И как-то люди были спокойнее, чем сейчас. А сейчас уже вот и бронированные двери подели, все. И все равно полно жуликов, полно убийцев, воров, все. Народ развратился. И не хочет смириться. А надо же смириться. Вот. И даже на царя руку подняли. И это же русский народ все. Да, в школе и везде учили, что царь нехороший и все. А мы хорошие. А кто же вы хорошие, когда вы обманули народ? Рай на земле построили. Какой же рай? Мы видим сейчас, что никакого рая уже нету. А народ чем больше и больше развращается. Когда это было, чтобы при советской власти еще мужеложников до семи лет судили? А сейчас развратили. Делай, что хочешь. А? Как же это так? Кто же это... Кто же этот закон выносит? Закон Божий, он же этого запрещает. А закон государственный, он же меняется. У нас был всероссийский закон, а сейчас украинский. А он тоже меняется. Пришел начальник милиции Николай Алексеевич. Говорит, я же был в милиции. Был у нас один закон, а сейчас уже другой закон. Государственный закон меняется. В семье закон тоже меняется. Был отец во главе, отец там ушел или умер. Значит, мать взялась, значит, за закон выполнять, значит, все. Но закон Божий никогда не меняется. Он один и тот же. И по закону Божьему нам надо жить. И жить, и Бога благодарить. И, значит, каяться нам, каяться надо всем. Всем в церковь ходить, все. А то тоже никто же не давал женщине равноправие. Она только помощником мужа. И все. А советская власть дала равноправие. И она сейчас нагнала самогонку, напоила мужа. Он дурачок, а я хозяйка. И уже, да, и дети больше ее слушают. А он запил, закурил. И пропадает его душа навеки. Не хочет в церковь ходить, не хочет каяться, ничего. А куда же он себе готовит? Это же люди, люди ада. Понимаете? Он же не хочет каяться, ничего. А надо же каяться, что преступники. У нас же грехи тяжкие, как река, идут, идут, идут. И зависть, и ненависть, и обиды, и зло, и самолюбие, и сребролюбие, гордость, надменность, тщеславие, непокодство, неблагодарность, своеволие, осуждение, ропот, недовольство, малодушие, уныние, отчаяние, глимливость, нетерпеливость, раздражительность, злопамятность. Нет любви настоящей к Богу, к людям. Нет милосердия, нет воздержания. На парады ходили, человека славили, Бога не славили. За хлеб, за соль не благодарили. А это же не от человека зависит, а от Бога. Все же Бог дает. Бог дает талант человеку и одевает, и обувает. Все от него зависит. Он урожай же дает. Он не даст урожая, ничего. И что же мы будем делать? От кого же мы возьмем эту пищу? Никто же нам не поможет, кроме Бога. Бог нас милует, жалеет и еще ждает всем, и всех насыщает. Только Его святая милость Божия нас держит на этом свете. Так надо же нам благодарить, каяться и просить помощи у Него. Так же говорится, просите, да, она будет вам, ищите, обращайте, стучите, отверзется вам. А то, что же, это безбожники говорят, никакого Бога нет, души нет. Как же души нет? Когда они сами говорят, сколько в армии пошло? 80 душ, не 80 тел, а 80 душ. А потом, в школе, сколько? 50 душ сидят. Но душ, не тел. А что же это тело? Тело – это рубашка, а душа – это главное. Все в душе заложено. В душе заложено разум, чувство и воля. А потом идет совесть, вера, надежда, любовь, доброта, милосердие, сознание. Это все нематериально, все невидимо, но оно все есть. И кроме души и тела есть дух, тоже невидимый. Вот. Но есть. И при человеке два ангела, один добрый, один злой. Они сейчас здесь присутствуют. Они нас видят, а мы их не видим, потому что человек, он несовершенный. Он не может это видеть. Потому что нет у него здесь совершенства. Он только тут проходит испытания. Здесь не настоящая наша жизнь, а только испытательная жизнь. Поэтому, значит, нам всегда надо быть осторожным, чтобы мы не прогрешили Господа, и чтобы мы не оказались в аду. Есть же ад, пробурили буровую. Там же 18 тысяч метров уже было же в газете написано. И оттуда выскочил демон, значит, и подключили аппаратуру, и слышали стоны, вопли, проклятия. Есть же ад, и есть и рай. И даже один шахтер говорит, я там в аду работаю на 2000 метров, говорит, и газметан, газпропан задавляет, температура 60 градусов. Мы ему говорим, дорогой, это не ад, а это преддверие ада. Ад глубже. Вот, где там все. Ну, это так условно, значит, что есть этот все. Ад и есть рай. Все. Конечно, ад нам неизвестный полностью, но мы как люди, так вот тоже, как израильский народ, когда вышли из Египта, они получали манну. А Иоанн и Амри начали, значит, обижаться на эту ангельскую пищу. Что нам, говорит, манна, она нам надоела, а вот мы в Египте ели, значит, мясо, там, лук, чеснок, все, а здесь только манна. Да. А Моисей пожаловался к Богу. Господь говорит, хорошо, мы наведем на них, говорит, и мясо, все, оно, говорит, пойдет и ротами, и носом, и все. Ну, и что же, они начали блудить, все. И развернулась земля и проглотила их. Проглотила их в бездну, там называют. Да, это, значит, 23 тысячи человек, да, пошло. Два князя, значит, и ихние палатки все пошли. Избранный народ. Избранный народ евреи и славяне. Это самый избранный народ, Серафим Саровский говорит. Евреи, говорит, избранный народ Божий. Хотя они сейчас против нас восстают, против этого восстают, конечно, безбожные евреи. А есть верующие евреи, да, и очень многие, они принимают православную веру. Потому что Семен Девногор, этот Семен Богоприимец взял Спасителя на руки и сказал. «Ныне отпущаешься раба твою владыку по глаголу твоему с миром. Яковидоста, отче мое, спасение твое. Ежиесив готовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля». Израиль люди взяты и в рай должны пойти. Вот православная вера, значит, это новый Израиль, да, вот, как Семен Богоприимец сказал. Вот, и, значит, мы должны, значит, стремиться к этому, чтобы попасть в этот рай, который Господь приготовил любящим его, да. И там уже красота такая, там все будут равны. Кто был царем, кто был нищий, все будут одинаковы. Тридцать три года, как Спаситель воскрешет. Да, кто умер маленький, кто умер старенький, все будут одинаковы. Да, и Господь, значит, наши дела и мысли знает наперед, как Лермонтов написал, когда Пушкина вбили. О, вы потомки злые, вы подкупом взяли. Но есть Божий суд, есть праведный судья, он не подкупный судья. Он знает мысли, дела наперед, наши дела и мысли он знает наперед. А Ава Исидор такой, ученый, александрийский, говорит, осторожно думайте, ваши мысли на небесах пишутся. И за мысли будем отвечать перед Богом, чтобы мысли у нас хорошие были. И человек верующий должен быть великодушный. А великодушный всех должен любить, всем прощать, всех защищать, всем помогать, всех миловать, за всех Богу молиться. И Бог его помилует, потому что так велит Господь, чтобы человек не имел зла. Потому что у Бога зла нету, а злой дух, который, значит, отпал от Господа, да. И он хотел сам быть, значит, дениться, хотел сам Богом быть. А кто? Оно же творение Божие. Как ты можешь быть Богом, когда тебе это не положено? Это также одна Валентина, очень верующая женщина, тоже лет 30 назад. Она так в церковь хорошо ходила, и все. А муж у нее был подполковник, значит, и некрещеный, и очень такой атеист заядлый. И она ходит в церковь, а он говорит, что ты ходишь там, лоб обьешь, что другое, по вам там кланяйся. Вот мне кланяйся, я твой Бог. Да. Она говорит, ты носа не поднимай выше Бога, Бог тебя накажет. И действительно было наказание. Он, значит, был начальником пожарной охраны, А там не хватает то лома, то ведра, то другое в этом пожарном деле. И ему, значит, пол-литра, пол-литра, и он допился, допился. А потом руки трусятся, ноги трусятся. И под себя начал и по-большому, и по-маленькому ходить. И все, так расстроился. И два сына говорят, мама, брось его. Говорит, он столько тебя вымочил, все. Но она бедная жалела его и до конца. Да, и он погиб его, погибла его душа Шумов. Да. И также одна раба Божия, она сейчас в монастыре находится, ну, рассказывала тоже такую историю. Значит, отец ее заболел смертельно. Да. А она очень поверовала. А отец ярый безбожник был. Вот. И, значит, она видит, что он уже на смертельном одре, уже все, да, ему близкий конец. То она говорит, папа, давай призовем священника. Он тебе, говорит, ты, говорит, примешь три таинства. Он тебе по собору, он тебе поисповедует и причастится, и тебе будет легче. Он говорит, нет, я не верю в чудеса Божьи. И пропала его душа навек. Чудеса Божьи не верят. А чудеса Божьи какие великие. Израильский народ. Море раступилось, Красное море. И перешли как по суху. Нас привозили туда, где они перешли. Это не чудеса Божьи. И сорок лет ходили по пустыне. Господь их ангельской пищей питал. Это не чудеса Божьи. Не было воды, роптали. Господь говорит, Моисей ударь палкой. Палкой в гранит ударил. Пошла вода. Живая. И все. И напоило весь Израильским. Два миллиона их было народу. И все они утомили жажду и все. И благодарили Бога. Мы еще видим, у вас тоже чудеса есть. Вот икона Иоанна Грозного мироточит. И царя Давида тоже мироточит, да? Да. И царя Давида, да. И спасительный образ. И спасительный образ. Батюшка, а будет царь у нас в последние времена? Да. По святому Серафиму Саровску он говорит, что славянский народ еще поднимется, значит, все. И, говорит, Константинополь и Иерусалим все будет в них. Если они удерживают только веру и все, то, говорит, да. И покаятся все, что они, значит, нападали на царя все. И так, значит, глумились над царем и над таким верующим правительством. То, говорит, конечно, Господь восстановит царя, потому что нужен царь. Он помазанник Божий. И он ходил все время в церковь, царские часы. Он держал свечу, да, на Рождество, на Пасху, царские часы. И он держал свечу горячую все и молился за свой, значит, за свой народ, за все, чтобы им Бог давал. И Бог же давал все, видите, как Россия в то время была на такой высоте, что был рубль, значит, дороже всех денег во всем мире. Это само дело говорится, что Россия была на высоте в своем время. А когда сделали революцию, все потеряли, все потеряли, безбожники, все. Батюшка, а может православие быть без царя, без царской власти, может вообще существовать? Ну, может, конечно, оно сейчас существует. Но, конечно, при царе оно уже как бы укрепляется, значит, и Богом, и государством, более государство, конечно, царское. Потому что это тоже, видите, люди и израильский народ. Конечно, когда был Саул, да, пророк, то есть этот пророк Самуил, да, пророк Самуил был, да, и 600 лет сам Господь руководил израильским народом. И они очень хорошо жили в то время. А потом начали просить царя. Он говорит, будет у вас царь, но, говорит, он заберет у вас лучшие земли, лучших ваших детей, все, к себе привлечет, все. Говорит, вы, говорит, я вам сами руководил, говорит, вам. Вот, конечно, если народ покается, все, то Господь сам руководит, тоже сам, все, да. Он посылает. Ну, как раньше, значит, все руководилось через прозорливыми людьми. Как Иоанн Грозный, он руководился, значит, Василий Блаженный был и другие прозорливые люди были, и они ему подсказывали жизнь. И он так руководился. И все это обман, что там он убил своего сына, что он был Грозный. Ну, надо было Грозному быть, чтобы Россию укрепить, понимаете. А он не разрешал, чтобы никто не курил, никто водку не гнал, все. Только немцы, купцы гнали и литовцы. Он их тоже выгнал, когда они начали спевать, значит, русских людей. Да, вот. И он их тоже выгнал. Он был ревностный, православный, вот, как бы, царь. И хотел, чтобы, значит, все, потому что он руководился, все. А его брат, значит, на его покушался три раза. Вот, хотел сам быть царем. А он ему говорит, что ж ты хочешь быть царем, когда я, говорит, не хотел быть царем, но мне Бог поставил быть царем. Значит, все. А он сам хотел быть царем. И, значит, а это самоволя. А мы должны иметь волю Божию. У Бога нет ошибок. А наша воля, она не спасительная. Так, значит, мы у Серафима Саровска там читали. У человека есть три воли. Значит, есть воля Божия, она спасительная. Потом есть человеческая воля, уже не спасительная. А есть дьявольская воля, она совсем пагубная. Вот, три воли. Да. А, значит, надо все просить у Бога. Господи, как ты благословишь нас, и как ты поможешь нам. И Бог поможет, конечно, он и без царя нам помогает, потому что сейчас пока, слава Богу, вот и Украина, Россия, голода такого нету, как раньше было. Когда мы читаем Александра Невского «Житье», там тоже такое было голодовка, что люди людей ели в свое время. Тоже «Житье» Александра Невского, читайте. Тоже было в старое время, хотя же тоже были православные. Ну, согрешили все, и Господь не давал урожая, чтобы покаялись. Только, значит, тяжелым путем люди, бывает, покаяться. Война все тоже, пока открыли, значит, немцы уже куда-то пошли, начали аж за Волгу переходить. И что, заволновались, значит, правители, и открыли церковь, значит, и начали люди молиться, и пошел перевес. И все, тогда, значит, немцы отстали, все. А тоже-то они пошли, как будто бы сразу с Богом, и на пряжке писали все. А потом загордились, стали себе считать высшую расу, то другое, начали мучить народ, все. А Господь видит, что, значит, гордость не принимает. Вот. И, значит, наказал, и нашим дал силу, мудрость, и победили так, значит, вот, своих врагов. Да. И так оно по-божьему усмотрению. Это Божий промысл. Сперва, значит, наказал наших, чтобы они покаялись. Они покаялись все-таки и открыли церковь, а то все же были к церкви закрыты, негде было людям добрыми помолиться. Вот. А когда, значит, открыли церковь и все, и Бог им дал милость свою, и победили. Бог дает только, не человек, не человек, поверьте, там писано вот молитва матери. А кто? Господь. Господь все творит Божьим своим промыслом. Батюшка, а вот то, что сейчас дают числовые имена, паспорта дают, а новые с чипами. Ну, две тысячи лет этого не было. Вот. И он нам не нужен, эти чипы и все. Это же тоже их не обман. Они все хотят, значит, прибрать в свои руки и руководят все-все. А этого добрым людям, православным, оно непригодно. Это, да, нам надо, чтобы они, вот, как говорится, ты мне читай, говорит, закон Божий, и по закону, говорит, мне, говорит, руководи. А не, не выдумай мне, понимаешь, свои там чипы и прочее, чтобы так же рай на земле сделать. Этого не будет, что, мол, мы все сделаем вот этим чипами, все это, вот эти компьютеры. И, а сколько сейчас обижаются люди, приходит женщина старая и, говорит, отец его на 25 лет сыну, говорит, всю ночь там у компьютера, у этого телевизора просидел, говорит, все. А потом спит, до обеда спит, не пошел на работу, ничего. А потом, говорит, давай мама кушать. А что ж ты заработал, что ж тебе кушать, ты ж не пошел на работу. А что, начинается спор, скандал, все. Так же дочка в институт пошла, другие жалуются. И надо же учиться. Она всю ночь около телевизора просидела, а потом спит до обеда. Не хочет ни учиться, ничего, а давай кушать. А кушать же хочется. А мать говорит, да что ж ты сделала, ты ж не пошла на уроки. А что, что, опять скандал, опять спор. И таких полно, полный масс. А наркоманство, фулиганство, пьянство, что развели? Что ж это развели? А убийство, на аварии, на аварии машина убивается. Это, да, авария. Это ж тоже гоняется пьяный, то другой, наркоман. Разогнал эту машину, убил и других, и себя убил. Куда же это годит? Надо же, братцы, быть с Богом. С Богом за синее море, а без Бога не до порога. В 115-й Псалом пишет, всяк человек ложь и я тоже, мы можем ошибаться. Так же все говорили, и Суворов был, маленький, чухоточный, слабенький Суворов, наш победитель. И все смеялись с него, куда ты пошел в военное дело? Он говорит, а я с Богом, с Богом. И с Богом всех победил. Вот, только с Богом. А то вот полковник один говорит, а что, говорит, эти безбожники нам говорили. Тактика, тактика о Суворове. Оказывается, говорит, никакая тактика не помогала, говорит, а спрыгнул лошадью, помолился крепко, дал приказ и победили. Бог ему дал помощь, и все. От Бога спропляются стопы наши. Вот, труженики, и российские, и малороссы, и великороссы, все, прибегайте к Богу, молитесь, кайтесь, всем прощайте. Как и Силуан говорит, из-за врагов надо молиться и любить их. Вот, ну, конечно, а правую веру не оставлять, а укреплять все. И так нам Бог поможет, и с Божьей помощью мы, значит, так спасем свою душу. А это наша цель жизни. Бог благословит вас и укрепит, и поможет спасти нашу душу. Потому что так нам надо соединиться с Богом навеки. Это наша цель жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова